Всем привет! Меня зовут Мария. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня немножко спонтанное видео. Я решила показать все свои недавние покупки декоративной косметики. У меня было две посылочки и одна покупка за апрель и май месяц. Я вам покажу, что именно я купила. Значит, на официальном сайте Bobby Brown я взяла три средства для губ. Это их классический бальзам для губ. Он у меня уже был. SPF 15. Супер классный, качественный. Плохо доставать пальцем. Но мне нравится как само средство. Действительно отлично, улажняет, питает губы. И не липкий. Очень мне нравится. Карандаш и помада. Помада из линейки Luxe Lip Color. Это цвет Pale Map. И карандашик тоже Pale Map. Я думаю, вы про карандаш уже слышали, потому что он достаточно популярный цвет. Супер вещь. Вторая моя покупка – это заказ сайта Look Fantastic. Я заказала бронзер в цвете Light Bronze. Вот такой, посмотрите, как красивая упаковка. Немножко заляпывается быстро. Цвет Light Bronze. Вот такой. Очень красивый. Светленький. Это матовый бронзер. Но достаточно шелковый. Ложится хорошо. Сейчас будем наносить. Блеск для губ, который придает объем. Мне понравился. Не липкий. С вкусом мяты. Легкой. Очень приятный. Но, знаете, с цветом я, наверное, немножко погорячилась. Потому что выбирала... Значит, цвет называется Not Your Baby. По-моему, да. Цвет выбирала просто по фотографиям. Поэтому взяла просто самый светленький. Но он оказался такой барби. Достаточно белесый. Но если на серединку губ, то нормально. Еще такое средство взяла маленькое. Это жидкий шелк для бровей. Это типа мыло. Только, знаете, оно не в баночке, а вот в формате туши. Геля для бровей. Ну, это, можно сказать, жидкое мыло. Но они его называют шелк для бровей. Сейчас будем разбираться. Третья моя покупка. Это консилер фирмы Dior 1N. Почему 1N я взяла? Потому что у меня тональная основа 1N. Но он как будто немножечко темнее. И выбирала между 0N и 1N. У нас в Машбире, в Израиле, есть, я знаю, еще 0.5. Но у нас я его не нашла, такой цвет. Поэтому я взяла больше, все же подумала, единичку, чем 0. 0 забель, выбеливает. А мне нравится, чтобы цвет все же был в тон лица. А не, такие, знаете, белые круги под глазами. И давайте, знаете, с чего начнем? Я уже нанесла практически на лицо все, кроме того, что у нас вот сейчас есть. То есть я нанесла тон Dior. Я подкрасила карандашом Maybelline брови. И на глаза нанесла тень Inglot на все веко. Межресничку коричневым карандашом и тушь. Вот, в общем-то, вот все, что у меня есть на лице. Сейчас будем тестировать консилер. Хотя консилерами я не часто и не сильно пользуюсь, но я решила, что я хочу один хороший, качественный. Потому что у меня вот Maybelline был. И он, во-первых, уже и заканчивался. И он какой-то розоватый. И он нанесу под глаза, конечно, точечно вот так. Немножечко сюда. И вот у меня, знаете, тут еще какая-то точка. То все-таки мне хочется пальчиком под глазами веки. Так, чуть-чуть. Ну, хорошо синего перекрывает. Он достаточно плотненький, пигментированный. Так, что-то тут ресницы уже я сама себе склеила. Я им довольна. Я знаю, что некоторые говорят, что он собирается в складочку под глаза. Но мне кажется, знаете, в любом случае в течение дня нужно проходиться, вообще смотреть на себя в зеркало, как минимум в течение дня. Потому что, ну, всякое бывает. Вот. Если рядом с вами нет какой-нибудь подружки или коллеги хорошей, которая вам скажет, что у вас петрушка в зубах. Или там еще что-нибудь. Так. Ну, вообще, мне отлично цвет. Не знаю, насколько вот видно, что он под глазками перекрыл какой-то синячок небольшой. Меня они не сильно волнуют. Но я довольна, что у меня сейчас такой продукт, как хороший, качественный консилер. Тем более, что он ухаживающий. Здесь 11 мл. Но срок годности его 6 месяцев. Я не знаю, как это все истратить. Но можно. Я в последнее время приноровилась. Иногда его еще и так вот наношу так под глаза чуть-чуть. И на нос, и как-то, знаете, в общем, растягиваю на все лицо тоже хорошо. Но он более плотный. Все же тон намного нежнее, лайтовый. Наверное, я нанесу вот этот жидкий шелк на брови. То есть, я уже карандашиком брови нарисовала, подрисовала. И теперь причешу именно этим шелком. Я сразу вам скажу, я это его уже пробовала. Фиксирует он, конечно, не так, как заявлено. Не очень сильно. Но зато он хорошо раскладывает брови. Прямо гель так мне не раскладывает, как этот вот шелк. Ну, то есть, он как бы держит, но не настолько хорошо, как гель, например, у меня от Анастасия Беверли-Хиллз. Благо, что здесь продукта не очень много. То есть, я взяла его как такой пробный вариант. Просто что-то интересненькое, новое для бровей попробовать. Раскладывает прям прелесть брови. И они как бы держатся. У меня так гель не раскладывает. Ну, в общем-то, нормально. Ну, и теперь бронзер. Мне кажется, самое вкусное и интересное. У меня кисть Риал Техник. Видите, она уже в этом бронзере. Так, я... Ну, я не знаю, сильно пылит, не сильно. Даже не знаю, как вам сказать. Вроде не сильно. Чуть нанесу и покажу вам, как. Я предпочитаю вот так размашисто. Ну, что, есть, да? Размашисто наносить для того, чтобы... Ну, не было какой-то конкретной полосы, да? Вот так. И лоб, и хорошенько щеку, и такой буквы. Чтобы действительно как будто загар. Потому что это же не скульптор. И вот так, даже на нос. Чтобы... Вот видите, сразу лицо как оформилось, да? То есть вот, будто я сходила, немножко меня припекло на солнце. Лето. Что думаете? Естественно смотрится, да? Такой прямо вот... Как будто солнышком тут мне всё позакрывало. Ну, а чтобы красиво это всё выглядело, я ещё взяла румяна Нарс свои. Обычные. Нарс оргазм в цвете оргазма. И немножечко сейчас... Поскольку бронжер матовый, то вот такой немножечко с сиянием румяна. Розовое, персиковое. Розово-персиковое с шиммером золотым. Сейчас будет очень красиво. Мне кажется. Смотреться. Вот именно в данном варианте. Всё такое свеженькое. На глаза можно ещё... Всё. Особенно вот сейчас, когда уже жара, лето, уже всё это выглядит очень уместно на улице, когда идёшь действительно такой прямо в шортах, футболке, в солнечных очках, когда солнце палит, и ты такой вот весь прям, ну, летний, как будто сходил на море, и немножко такой весь припекло. У тебя, кстати, я была на море, и мне даже припекло спину чуть-чуть. Я там такая прямо красноватая. Вот действительно... Но за лицом я всегда смотрю. Максимум SPF, шапка, очки, чтобы лицо было без пигментных пятен. Ну вот, мне кажется, хорошо. Я не взяла с собой пудру. В принципе, можно было бы немножечко пудры, где не нравится, да, как-то вот смягчить, и там вот тут растушевать пудру. Ну, может, ещё сверху как-то на нос и так далее, потому что я не сильно вижу, как я выгляжу в камеру. Надеюсь, не с красным носом. Ну, мне кажется, сразу живенько и красиво, правда? Теперь губы. Я уже нанесла этот бальзам ещё в самом начале до съёмки, ну, на губы. То есть, так он впитался, и губы просто увлажнённые и хорошие. Я вам, наверное, покажу всё же именно карандаш и помаду, а потом сверху ещё попробуем и блеск нанесём. Так. Очень красивый цвет. Уношу по своим губам, не выезжаю сильно, не меняю сильно форму, чтобы выглядело всё естественно. Ну, вот такой естественный цвет. Помада просто... Мне так она нравится. Вот это мой реально естественный, настоящий, красивый нюд. Я вам, не знаю, свод сейчас покажу. Посмотрите, какой красивый. Вот это прямо моя помада. Мой летний вариант. Мне очень нравится помада. Комфортная, приятная. То есть, это такая помада для меня, этот цвет, который с ней ничего не нужно делать. То есть, мне не хочется её там нанести сверху блеск. Вообще, мне даже не хочется особо карандашом пользоваться. Мне не хочется её там, я не знаю, маленьким слоем, большим слоем, с чем-то размешать. Ну, то есть, вот такая идеальная помада, такой цвет, который мне максимально нравится. Я прямо вот 100%... Это мой теперь фаворит. Я буду её повторять. Правда, что она, ну, не бюджетная, но мне очень нравится, действительно. И сама упаковка какая шикарная. Просто такая тяжёленькая, красивая. Здесь ещё логотип Бобби Браун такой классный, шикарный. Вот такой у меня получился летний вариант. Я не знаю, макияж, загорелое лицо, как будто бы. Свежее, румяное, ничего вот лишнего. Просто минимальное количество продуктов. За глазами я вообще, там, не знаю, одна тень, межресничка и тушь. В общем-то, как вам такой вариант? Мне очень нравится. Но давайте я вам всё же покажу этот плампер. Я приготовила бумажку. Я немножко помаду вот так сниму, чтобы её было поменьше. И я вам покажу этот надёбэби плампер. Он светленький, розовый, тоже такой летний вариант. Делает действительно объёмные губы, как визуально, так и... Так и визуально. В реале-то, конечно, ничего не произойдёт. Вот его можно, знаете, немножко, чтобы он выезжал по верхней кромке, прямо по самому верху. Так губы ещё объёмнее выглядят. Но много наносить нельзя, иначе будет скатываться в полоску, потому что он достаточно светлый, да, тон. Ну и вообще, никогда не стоит класть большое количество продуктов. Никуда. Ни на лицо, ни на губы, ни на глаза, иначе всё это выглядит неестественно. Но тоже, правда, красивый цвет. Лёгкий, летний, освежающий такой. Мне нравится. И, кстати, цвет, такой, знаете, розовый, не персиковый, и это прикольно для зубов. Зубы, улыбка, выглядят, когда такой, знаете, более тёплый, нюдовый, тёплый цвет, например, не розоватый, а более такой персиково-коралловый, то очень нужно быть осторожными. Иногда бывает, что зубы выделяются, как какой-то, становятся зубы не белого цвета. А вот такой барби, розовый, светлый цвет зубы делает красивые, да? В общем, такие у меня продукты получились. Как вам понравилось? Я ничего, конечно же, особенного не делала. Какой-то супер макияж. Просто хотела показать вам свои вот эти вот новиночки, которыми я мега довольна всеми. Ну, давайте так скажем. Насчёт жидкого шёлка не разочаровалась. Он маленький, попользуюсь, было интересно. Тем более, что вот я хотела давно это мыло попробовать. А когда в формате такого геля с кисточкой, мне кажется, мега удобно, чем вот эти, знаете, баночки там, что-то такое. Так я не приобрела ни одну. Вот. Блеск у меня сейчас один плампер. Он очень приятный. Вот прям такая мята освежающая. Знаете, что он не печёт, не горит. Просто освежающая мята. Приятная такая. Причём не ментол, а какая-то такая вот зелёная мята, да? Бальзам. Это вообще must have, one love и всем советую. Обязательно себя один раз попробуйте, вам очень понравится. Помада, мой идеал теперь шикарный, цвет обалденный, очень мне нравится. Карандаш, я давно хотела попробовать именно в этом цвете, потому что много кто про него рассказывал, и все говорят, и говорят, говорят. Но если говорить на самом деле, вот мои карандаши, которые у меня уже есть, более бюджетные, они все примерно вот эти вот нюдовые на один как-то цвет сейчас. Тем не менее, он мне нравится, им одним можно заменить все остальные, просто что он не бюджетный, и если вы красите прям много карандашом, и он уйдёт бы очень быстро, то, ну, как бы, не знаю. Для меня этот продукт, я думаю, он у меня будет долго. Ну, я им буду красить, да, классный. Бронзер очень красивая упаковка, шикарная, большое зеркало, но он матовый. Кто не любит матовые бронзеры, то, ну, как бы, это, наверное, не ваш продукт. Тем не менее, цвет достаточно хороший. Сейчас я вам сделаю тоже сводч вот сюда, куда-нибудь, вот так. Я делала сводч в своём телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, кому интересно, я там, ну, короче, всё подряд, что в голову приходит, ставлю по настроению и так, и из личной жизни, и из косметики. И я там показывала уже, в общем-то, все вот эти свои покупки, в разную, про каждую покупку отдельный был пост с фотографиями, со сводчами, со всем остальным, потому что мне, пока я до видео дойду, это уже сто лет пройдёт, а так я в телеграме могу быстренько поделиться своими новиночками, обновочками, сводчами, фотографиями, и мы можем всё это вместе с вами быстренько обсудить в комментариях. Ну что, я надеюсь, вам понравился такой мой быстрый макияж, можно сказать, фаворитами весны, моими последними покупками, обновками. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ютуб-канал, оставляйте свои комментарии, и увидимся с вами очень-очень скоро в новом видео. Пока-пока, bye-bye.